Всем привет! Меня зовут Дарья Тарасенко. Рядом со мной стилист Татьяна Башуак. Таня, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, куда мы сегодня пришли. Мы сегодня приехали в такое у нас интересное томское место, называется Горизонт. Он образовался где-то примерно два с половиной года назад. И искусственным образом собрались все самые фэшн-модные бренды, которые у нас в Томске находятся, именно в этом месте. И я предлагаю вам сделать такой, нам сделать такой обзор магазинов в формате Rogue of Life. И первый магазин, в который мы отправимся в первом подъезде, называется Daisy. Идем. Забегай. Ну что, нагрянем в Daisy? Давай, заходи. Сейчас их напугаю. Здрасте! Я с Маркой знакома давно. Но девчонки производят одежду с душой, используют натуральные ткани. Очень джинственные коллекции. Если хотите подобрать какое-то интересное платьишко легкое, летнее, любите натуральные ткани итальянские, то, пожалуйста, приходите сюда. Такая минутка рекламы. Смотрю, что везде сейл, сейл, сейл. Да, на самом деле, сейчас уже две недели во всем городе Томске происходит сейл, как в масс-маркете, так и в среднем сегменте. На что стоит обратить внимание? Ну, конечно, на те вещи, которые вы хотели приобрести в сезон, и у вас по финансам не получилось это сделать, стоит присмотреться на сейл и сделать это. Что можно посмотреть у Daisy? Мне очень нравятся все платья. Платья всегда такие шедевральные, очень женственные, притальные силуэты, что наши томские девушки очень любят и ценят. Красивые оттенки, нежные, всегда пастельная гамма, очень хорошая. Какие-то цветочные варианты платьев, да, есть с пуговками. Мне нравятся рубашки. Пойдемте, я покажу. О, рубашка. Хлопковая белая рубашка, мне кажется, базу составит любого гардероба женского, как, в принципе, и мужского, но данная у нас представлена женская коллекция. Даша, хочешь рубашку? Рубашку? Рубашка у меня есть, причем похожая. А вот пиджаки, это моя вообще слабость. Такое цветочное, я на тебя хочу надеть лейзер, мне очень нравится. Давай, такая девочковая тема. С цветами у меня... С белыми джинсами, мне кажется, огонь. Сидим, пример чем. Look from Daisy. Ну что, жакет МК. И ты, да ты себе льстишь. Привет, Даша. Привет. Как тебе комплект от Daisy? Мне нравится, учитывая, что я вряд ли бы в простой жизни померила цветочный пиджак. И вряд ли бы решилась на укороченные брюки. Мне кажется, очень классно. Сидеть и померить, но все вместе. Ну смотри, у нас стилеобразующим элементом является пиджак. В нем сочетание больших количеств оттенков. Они очень такие веселые, жизнерадостные. То есть это весенне-летняя коллекция. Мне кажется, любую девушку они украшают. Затем у нас идет... Все остальные аксессуары, они повторяют цветовую гамму блейзера самого, да? А внутри у тебя оттенки сочетаются, но разные фактуры. То есть атласный топ и хлопковые брюки-келоты. То есть мы тем самым, что мы делаем визуальную иллюзию, мы вытягиваем силуэт. Потому что верх и низ у нас сочетаются по цвету. И сверху обрамляется вот таким интересным элементом. Розовая сумочка и совершенно другого оттенка обувь. Это как раз для тех девчонок, которые считают, что тема повтор цвета обуви сумки является олдскульной. Поэтому можно так, можно повторять, как вам больше нравится. Давайте посчитаем стоимость. Катюш, ты нам нужна. Давай посчитаем стоимость комплекта на сейли. Машу. Машу. Да, сейчас мы позовем Машу. Мы хотим посчитать, сколько будет стоить комплект, надетый на Даше. Вот, мы на 20 тысяч одели Дашу. Даша, как тебе берем? Но при этом все же это можно будет носить. Конечно, по отдельности это можно носить. Мне кажется, блейзер здорово сочетается с голубыми джинсами, с белыми, с любым другим топом. Вот, ну и сумочка может быть любая. Еще что-нибудь. Еще что-нибудь? Ну давай платье. Я решила приобрести себе ремень. Пойдемте рассчитаемся. Мы же не зря приходили все примерить. Еще и купим ремешок. Спасибо большое. Спасибо за удовольствие. Спасибо. Счастливая обладатель ремня. Ну что, Даша, ты переоделась? Переоделась. Идем, да? Меня покупили уже. Конечно, мы купили мне ремень. Спасибо, девочки, большое. Давайте. До свидания. Мы пойдем во второй подъезд. И первый магазин, куда мы заглянем, будет Inspire Tomsk. Мы быстро сориентируемся. Мы едем на шестой этаж. Да? Да? Inspire? Да, шестой. Мы исключаем детей. Итак, мы идем в Inspire Girls. Ура! Inspire. Забегай. Я думала, подержать тебе дверь. Так, молодцы. Сейчас все напугаем. Здрасте. Ку-ку. Девочки, привет. Мария. Ну ладно, давайте посмотрим, что есть, во что у вас есть сейчас. Мне нравятся вот эти белые футболки. Мы прям их покупаем обычно с девчонками, прям пачками. С ненавязчивыми такими логотипами, потому что сейчас существует тенденция на логоманию. И с небольшим принтом, прям совсем практически незаметным. Очень качественные хлопковые футболки. Стоят они, сколько они стоят? 1400 рублей. Ну такая приемлемая цена. Как бы, конечно, это не H&M, да? Где они могут стоить 600-700 рублей. Но мне кажется, по качеству прям очень плотный трикотаж, хорошие базовые футболки. Носочки, пожалуйста, большое количество аксессуаров. Здорово, что в таком магазине можно полностью собрать лук. То есть также тут есть обувь. Вот такие кеды, которые уже в данном сезоне выпустили практически все дизайнеры. То есть это а-ля Балансиаго, да? Но благо это не реплика. Это просто белые кеды, которые выполнены в формате аглишус. Такие объемные у него пятки. Да? Вот так вот они выглядят. И это не точная, не полная реплика, да? Как производят некоторые магазины. И можно смело носить. У нас близится осень, и мне кажется, стоит на сейле присмотреть какие-то такие уже сезонные вещи. Например, как варианты верхней одежды. Тренч. А футболочку я... Бери, бери. Давай мы наденем джинсы, или мы с тренчем попробуем примерить худи объемные. Как тебе такая идея? О, классно. Вместе. Мне кажется, будет интересно смотреться. И подберем какую-нибудь обувь и джинсы. Все, идем переодеваться. Забегай. Тема, все, уйди. Дарья! Та-да-да-да! Выбегай. Та-дам! Как тебе лук от Inspire Toms? Мне вообще комфортно и нравится, потому что это... Ну, блин, так я бы пошла вообще везде. Мне кажется, это такой рабочий твой вариант, формат осенний. Да. Утеплилась и худи тепленькая, можно футболочку внутрь надеть, если прям совсем раздеться. И поскакала. Тренч не обязательно застегивать, мне нравится формат верхней одежды, когда он нараспашку. Не всегда Сибирь позволяет это делать, но все же. Удобный, комфортный большой рюкзак, мне кажется, там войдет планшет, перекус, перехват, обед и очень трендовые кроссовки. Как тебе комфортно, удобно? Да, вообще очень удобно, причем кроссовки реально очень удобные. И мы хотим, Марина, посчитать этот лук, сколько он стоит в Inspire. Этот модный лук. Повернись на камеру или ты снимаешь зеркало. Блин, прикольно. Мне очень нравится, да? Да. То есть там ты такая была нежная, в Дейзи романтичная девочка, а так хулиганка, в принципе, все про тебя. Да. И джинсы очень прикольные. Вообще. И вот они нерванные, как у меня, да? То есть я такая уже рваная. А почему, кстати, вы не спросили, сколько стоит мой лук? И что надето на мне? Ну, я очень умный, потому что, да, расскажи пока, что на тебе. Так, на мне джинсы Zara стоят 3,890 или что-то в этом роде. Это у них новая линейка эксклюзивного денима, поэтому обычные джинсы Zara стоят 2,2500, а эти подороже 4000. Блэзер на мне моего производства, моей марки одежды Башлак Сторг. Такая реклама небольшая. О, Ори, небольшая реклама, но он классный. Это лен, лен вискоза на вискозном подкладе. Вот туфли у меня Карла Пазолини. Они что-то стоили в районе там 7-800, что-то такое. Блэзер не скажу, он бесценен. Ну и, собственно, все. Будет ремень у меня от Deasy, он стоил 1890. И сумочка из сумма, это Кочунелли, итальянская марка сумок. Она в районе 20 тысяч. Вот. Стоимость я не посчитала. Уважаемые зрители, посчитайте сами. Смотрите, получается все вместе, если бы у нас была сегодня акция 1 плюс 1 равно 3. Если бы. Но она периодически случается, я так понимаю. Да, она у нас была буквально позавчера. Позавчера она в течение трех дней была. Блин, ну, в течение трех дней. Окей. В общем, наш лук составил 17 тысяч 40 рублей, а скидка составила 3350 рублей. Ну, то есть мы почти... Подарок получилась кепка и джинсы. То есть это получился лук чуть дешевле, чем в Deasy. Смотри, у нас в Deasy получился 20 тысяч, да, образ. Их здесь 17 на скидках. Так, я сдаю сумку и иду. Нет. Марин, спасибо большое за прием. Нам очень понравилось у вас. Крутой у нас получился лук. Мне кажется, и Даша обязательно вернется и купит. Приходите к нам еще. Да, обязательно. Но... Не говори об этом. Вдруг мой муж увидит, что я возвращаюсь и скупаю то, что... Все, бежим, мы бежим в цветной. Все, спасибо вам. Пока-пока. Пока. Мы в нем в цветной. Мы обрастаем пакетами. Закупились вообще. Даша, ну ты что, поголичка. О, я еще, Саша, поголичка. Тряпошница, шмотошница. Забегай. Это переделывается на ходу, это всегда экспром. Всегда. Девочки говорят одно, хотят на самом деле другое. Другое. И не говорят об этом стилисту. И это такая третья история. О, ура, тут люди. Здравствуйте. Что тебе нравится? Мне нравится. Мне нравится все. Только концепция магазина цветной, да? Говорящая имя, мы уже об этом сейчас поговорили. Очень классная обувь, ботинки, которые в тренде уже, наверное, на сезону два или три. То есть, мне кажется, это вообще твоя история. О, абсолютно. Я предлагаю померить боты и шубу. Еще и такую цену, да, давай. Даша, хочешь голубую шубу? Голубую шубу? О, да, хочу голубую шубу. Мне кажется, голубой шубы у тебя еще не было. Ты обратила внимание, как от магазина к магазину из летней коллекции? Мы померили осень. Осень, сейчас у нас будет зима. И дошли до шубы. Примерочный. Идем в примерочный. Примерочный, очень красивый. Девчонок, идем туда. Шубой можно? Или там примеряют? Даша, выпекай. Здравствуйте. Моя модель. Сибирское лето очень суровое. Лето в Сибири. Даша, как тебе образ? Как тебе шуба? Это очень крутая шуба. Ты бы себе взяла такую? Я бы себе взяла такую. Более того, я за такой шубой слежу давно и давно думаю, что что-то подобное мне надо. Потому что что-то подобное у меня есть, но она не натуральная. На самом деле, эта штука, девчонки говорят, очень теплая. Но за счет того, что это длинный ворс и мех, это возможно так. Но с другой стороны, тут есть полосочки кожи, поэтому на совсем суровую сибирскую зиму она не подойдет. Это такой межсезонный вариант, мне кажется, до минус пяти, до минус десяти. И, конечно, я тебе размерчик предложила побольше, но хотелось очень голубой оттенок. Да, вот, кстати, на кофту уже. Давай сейчас попробуем переодеться. Мы поставим рюкзак, шубу и шапку и примерим такое вот трендовое пальто, которое войдет в тренды осень и зиму. Это клетка. О, давай. Как тебе смена? Так-то же прикольно. Пальто мне бы хотелось побольше. Свободнее. Ну, да, это, наверное, такой маленький размерчик, S-очка. Небольшой, но при этом в целом, я понимаю, что если бы оно было несколько пообъемнее. И даже интереснее, на самом деле, с шапкой. Рюкзак сочетается, опять же, в поддержку этого пальто по тому же принципу, как мы в Дейзи комплектовали жакет. Да, и ботиночки другого цвета. Мне кажется, очень здорово. Ну, немножко побольше размер пальто мы это по умолчанию сделали. Так классный образ клетка. Да, и так я бы действительно все могла пойти, опять-таки, хоть куда и в пир и в мир. Это такая история про меня. Ой, особенно эта шапка. Я в ней просто любилась. Ну, мне нравится. Ты такая творческая личность, потому что тележурналистика, вообще журналистика, мне кажется, это креативные люди, которые бывают на публике, они должны быть запоминающимися. Поэтому, безусловно, твой стиль. Ну, и плюс серый, бежевый, черный, синий пальто, однотонный, который мы наблюдаем каждый сезон у нас в Томске, уже не радует глаз. Поэтому хочется чего-то яркого. И принт, принт, такой классический клетка, прям, мне кажется, выигрышный вариант для того, чтобы отличаться в толпе. Посчитаем? Да, давай посчитаем этот лук. Можно вас попросить посчитать этот образ, который у нас есть по стоимости. Если что-то есть на сейле, то тоже скидочку учитывайте. Да, вот тут все на сейле. Все на сейле. 14-800. 14-800. Это самый дешевый у нас получился магазин, при том, что здесь верхняя одежда, натуральная кожа, верхняя одежда. То есть это натуральная кожа у ботинок, натуральный мек ролика Rex на шапке. И, мне кажется, это кожаный рюкзак, да? Кожаный рюкзак? Да. Вот, и шуба была натуральной, классное пальто. Мне кажется, все отличный вариант. Девчонки, кто хочет одеться к осени, welcome, цветной. Ну все, мы идем дальше. Спасибо большое вам за прием, нам очень понравилось. Крутые цены и здоровские вещи. Все, пока-пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, Даш, как тебе сегодняшняя экскурсия? О, экскурсия классная. Это несколько утомительно. О, пошел, успел пойти дождь. Мы сегодня сделали обзор трех магазинов в разных трех подъездах. Смотрите видео на канале Томском портале. На канале портала томск.ру. Подписывайтесь, ставьте лайки, а продолжение следует. Пока! Побежали. И побежали.